здравствуйте сегодня у нас такое особенное занятие мы начинаем цикл из трех занятий посвященных специальной теории относительности обычно рассказ об сто так коротко называют специальной теории относительности начинается рассказа о принципе относительности галилея ньютоновской механики все мы знаем что там мы не можем никак измерениями внутри инерциальной системы отчета обнаружить факт ее движения по отношению к другим инерциальным системам счета только сравнивая наблюдения в этих разных инерциальных системах отчета это можно сделать и так галилей в основу ньютоновской механики или как ее часто даже называют механика ньютона галилея был действительно положен принцип относительности галилея гласящий что все механические явления происходят одинаково во всех инерциальных системах отчет но исторически был очень длинный период когда физики были убеждены что другие ты явления не механические могут обнаружить движение системы отчета вполне логичная идея была что вот наша физическая вселенная это некое такое облако движущейся материи наверное у нее есть какой-то центр масс и в нашей вселенной логично связать такую некую абсолютную инерциальную систему отчета с центром масс нашей вселенной если это такая система отчета существует то скорость любой другой системы отчета по отношению к ней стали называть абсолютной скоростью и соответственно по-настоящему инерциальными являются те системы отчеты которые движутся относительно центра массы вселенной с постоянной скоростью ну а приблизительно инерциальными те у которых маленькие ускорения по отношению к центру массы вселенной так что мы их не замечаем такая логика она весьма стройная и естественная но вот при этом физики обращали внимание на электромагнитные явления течение длительного времени после того как мы поняли что свет это электромагнитные волны физики бытовала теории сира согласно которой существует некая специальная электромагнитная среда и именно состояние этой среды изменение станет из среды происходящее вблизи некой заряженной частицы и мы мы с точки зрения этой теории и видим как электромагнитное поле а соответственно электромагнитные волны в том числе и световые это что-то типа упругих волн но вот в этой самой специфической среде его так и называли светоносный эфир эту самую среду и тогда естественно предположить что эфир заполняет всю нашу вселенной в целом покоится относительно центра массы вселенной и тогда мы можем обнаружить нашу абсолютную скорость по движению по отношению к эфиру ведь тогда свет распространяется с определенной скоростью именно по отношению к эфиру и двигаясь относительно эфира мы можем увидеть что свет относительно нас движется с какой-то другой скоростью и казалось физикам что важно лишь определиться насколько при движении тел в эфире они увлекают собой эфир да то есть как эфир реагирует на движение обычных тел в нашей вселенной если он совсем не влияет но тогда все вообще просто если вообще друг на друга не влияют тогда естественно мы просто говорим как бы если я двигаюсь навстречу света то получается что у нас скорости складываются да так получается что если на встрече цветовой волне двигаюсь то уже скорость движения света по отношению ко мне будет c плюс в где c по отношению к эфира в моя скорость если я убегаю от световой волны то получается c минус в это вроде как-то можно заметить Особенно если вспомнить, что изменение скорости распространения света приведет к изменению фазовых соотношений для разных точек волнового фронта, а значит, поменяет результаты интерференции. Скажем, в тех же схемах двухлучевой интерференции, если у вас разные пути света от единого источника к точке наблюдения на экране, будут по-разному ориентированы к абсолютной скорости вашей установки. И тогда, естественно, от ее движения будет зависеть интерферационная картина, которую вы видите. И таких опытов было поставлено очень много. Также были поставлены опыты в более сложных предположениях, которые гласили, что эфир вблизи тел массивных увлекается, Эмиль, или даже в предположении, что есть какой-то коэффициент увлечения, что он частично увлекается. В общем, вариантов исследований и попыток их объяснить было довольно много. Но в целом итог всей этой большой достаточно экспериментальной теоретической работы выглядело так, что мы не обнаруживаем этого самого эфирного ветра, как его популярно называли, то есть зависимости скорости распространения света относительно нас от нашего движения. И вот это заставило всех задуматься. И Эйнштейн, создавая эту самую специальную теорию относительности, решил отталкиваться от мысли, что на самом деле скорость света не зависит от нашего движения. Был сформулирован так называемый принцип постоянства скорости света, что скорость света в вакууме не зависит от движения источника и наблюдателя и всегда имеет некое универсальное значение. Важно понимать такую вещь. Сейчас часто до сих пор в школьных учебниках говорится, что принцип постоянства скорости света – это постулат специальной теории относительности. Так было больше ста лет тому назад. За это время в физике произошло очень много всего. В частности, понимание законов распространения света, понимание связи геометрии и физики сильно изменилось с той поры. И поэтому, конечно же, так сейчас с точки зрения физикопрофессионала говорить не совсем корректно. Это было исторически так. Один замечательный физик, занимающийся как раз теорией относительности, с индийской фамилией Сингх, понятное в соответствии с его народом. Так вот, он написал про это так. Он сказал, что принцип постоянства скорости света сыграл роль повивальной бабки при рождении. Специальная теория относительности. Но сейчас ребенок вырос. Повивальная бабка ему больше не нужна. То есть на это надо обращать внимание. И поэтому нам очень интересно, как же в действительности, я предлагаю попытаться разобраться, как на самом деле устроена специальная теория относительности. Да, ключевой момент, Эйнштейн сформулировал в своей первой же работе, вывод, да, замена принципа относительности Галилея, который утверждал, что все механические явления проистекают одинаково во всех инерциальных системах отчета, на постулат Эйнштейна более абсолютной, что все физические явления, включая электромагнитные и все прочие, происходят одинаково во всех системах отчета. Но как это превратить в формулы, описывающие наш реальный мир? Ну вот давайте это обсудим. На самом деле различие принципов относительности Галилея-Эйнштейна по сути проистекало из различий математических структур двух теорий, которые были очень четко сформулированы и развиты к концу XIX века, то есть к тому самому моменту, когда возникла проблема трудностей с поиском эфирного ветра. Уравнения ньютоновской механики не изменяются при переходе из одной инерциальной системы отчета в другую. Это некая другая форма выражения принципа относительности Галилея. А сами преобразования координат описываются преобразованиями Галилея. Вот вы видите такой левый столбик. Они достаточно простые формулы. Здесь рассматривается случай, когда есть две системы отчета, одна с координатами на X, Y, Z, пространственными координатами и прибором, который меряет время T, а другая с координатными осями X', Y', Z', и с прибором, который меряет время T'. И при этом мы считаем, что K' движется относительно системы K со скоростью V, как раз направленной вдоль осей X и X', которые сонаправлены. Так выбраны, чтобы быть сонаправленными. И тогда преобразование координат и времен одной системы отчета к другим выражается вот этими простыми формулами. И особо интересно, конечно же, посмотреть на последнюю. Она фактически утверждает, что течение времени никак не зависит от движения тела в пространстве. И вот действительно, если вы произведете такие преобразования в любом уравнении движения любого тела в ньютоновской механике, то оно от этого не поменяется. Это вполне естественно. Но существовала еще одна теория, тоже развитая в XIX веке до очень хорошего состояния. Это электродинамика Максвелла, описывающая как раз электромагнитные явления, в том числе и распространение электромагнитных волн в вакууме в линейном приближении. Если какие-то нелинейные среды не вставлять, то оно замечательно описывалось линейной теорией, линейным приближением теории Максвелла. И для этой теории у нас были совсем другие преобразования, названные по имени замечательного физика и математика той пары Лоренса, преобразования Лоренса, которые оставляют уравнение Максвелла неизменными, или, как физика говорят, инвариантными. Здесь они написаны для той же самой ситуации, когда система отсчета К и К штрих движутся относительно К вдоль цонаправленных осей Х и Х штрих со скоростью В. Но в этом случае, посмотрите, здесь фигурирует скорость света С, которая для уравнения Максвелла является некой такой фундаментальной константой. Ну и мы понимаем, да, она и с точки зрения экспериментаторов является некой фундаментальной константой. Сейчас в современной метрологии вообще скорость света не считают величиной меняющейся, его значения, померенные с максимальной точностью при старых определениях метрологических констант, зафиксировали как точное значение. И теперь мы считаем скорость света точно определенной, и на базе этого смотрим соотношение единиц измерения длин и интервалов времени, пространственных длин и интервалов времени. То есть в метрологии сейчас дело обстоит именно так, именно благодаря тому, что экспериментально нам не удалось обнаружить эти самые вариации скорости света. Видно, что здесь фигурирует некий характерный множитель, обозначенный символом гамма, и это так называют часто релятивистский множитель или релятивистский фактор. Как видно, он всегда больше единицы, и больше ли равен единице, равен единице, он при V равняется нулю, и для движения системы отчета относительно друг друга со скоростью V, он равен единице на вот тот самый корень квадратный из единицы минус квадрат скорости в единицах скорости света. Да, вот это преобразование, но совсем другое. Да, если мы положим V много-много меньше C, если мы устремим как бы C формально к бесконечности, то мы, конечно же, получим преобразование Галилея. В этом смысле получается, что с точки зрения преобразования Лоренца, преобразование Галилея это приближенные преобразования для скоростей и многоменьших скорости света. И вот главная сущность СТО состоит в том, что мы признаем именно преобразование Лоренца правильными преобразованиями координат и времен при переходе от одной инерциальной системы отчета к другой. А преобразование Галилея рассматриваем как приближенные преобразования для малых скоростей. Это заставит нас полностью поменять очень многое. Ну, во-первых, придется поменять механику. Все уравнения механики, например, придется заменить, ведь они же не инвариантны относительно преобразования Лоренца, они инвариантны только относительно преобразования Галилея. И это примерно одно и то же для маленьких скоростей, но для больших-то скоростей, сопоставимых со скоростью света, они совсем разные. И нам придется вместо ньютоновской механики построить новую механику, у которой преобразование переменных координат времени при переходе от одной инноциальной системы отчета к другой выполняется по формулам преобразования Лоренца, а не Галилея. Да, вот все начинается совершенно по-новому. Ну, более того, на самом деле, и это очень важный фактор, даже Эйнштейн его осознал не сразу, а после того, как прочитал работу Минковского, математика Минковского, и работа была посвящена тому, как раз преобразованием Лоренца и идеям Эйнштейна, постулатам Эйнштейна. Но Минковский совершенно четко написал, что главный смысл преобразования Лоренца геометрический, потому что на самом деле раньше мы считали, что геометрия нашего мира – это то, что мы изучаем в школе, трехмерная эвклидовая геометрия, в которой, скажем, сумма углов треугольника равняется 180 градусам. Ну, да и много других известных нам теорем доказаны именно в рамках определенных свойств геометрии пространства времени. Мы считаем, что у нас есть пространство в классической механике, мы считали, что есть пространство само по себе, и текущее время само по себе, они никак друг на друга не влияют. Измерения в пространстве не связаны с течением времени, а измерения времени не связаны с движением в пространстве. Никак, да, в этом случае. А преобразование Лоренца запрещают нам это делать. Посмотрите, там перепутываются t и x при движении системы отчета вдоль x. У нас течение времени начинает зависеть от координаты x и от скорости движения. Так сказать, это как бы времена. При переходе из одной системы отчета у нас меняется характер течения времени. И таким образом, как говорил Менковский, мы теперь не имеем права говорить о трехмерном эвклидовом пространстве и одномерном времени, а должны рассматривать единое четырехмерное многообразие, которое, собственно, Менковский и предложил называть пространство-время. Прочитав эту работу, Эйнштейн сразу согласился с тем, что именно геометрический смысл и есть главный смысл специальной теории относительности. Поэтому для современного физико-теоретика специальная теория относительности – это попросту физическая теория, которая считает, что наше пространство-время есть пространство-время Менковского, четырехмерное пространство-время Менковского, которое как раз и соответствует тому, что при переходе из одной инерциальной системы отчета в другую, координаты четырехмерных, уже четыре координаты. Видите, это обычно x, y, z и c, t. Вот эти четыре координаты преобразуются при переходе из одной инерциальной системы отчета в другую с помощью формул преобразований Лоренса. Ну, а как же это влияет на реальные физические процессы? Ну, давайте посмотрим. Начнем с очень простого вопроса кинематического. Очень простая кинематическая штука. Формула сложения скоростей, но в кинематике специальной теории относительности. То есть мы теперь говорим, у меня есть тело, которое движется по отношению к системе отчета К-штрих со скоростью У, с какой скоростью оно будет двигаться по отношению к системе отчета К, к примеру. Вот у меня есть такой явный вопрос. Итак, пусть в системе отчета К-штрих, которая движется относительно К со скоростью В вдоль совпадающих осей Х, ну и, соответственно, Х-штрих, ну и как-то перпендикулярные оси у нас. В этом случае есть, соответственно, Y, Z, какие-то у нас так. Есть время Т и Т-штрих, которые измеряются соответствующими часами. Так вот, в системе отчета К-штрих у меня тело движется, но давайте для начала посмотрим параллельно относительной скорости, то есть вдоль оси Х-штрих со скоростью У параллельная штрих. То есть это означает, что если оно стартовало в момент времени Т-штрих равняется нулю из начала координат, то у меня Х-штрих будет меняться по закону У параллельная штрих умножить на Т. Вот мы понимаем, что есть у нас такая связь. И, воспользовавшись преобразованием Лоренца, мы хотим посмотреть, как у этого тела будет связана координата Х с временем Т. Прошу прощения, здесь у нас тоже и время, естественно, Т-штрих. Да, и в этом случае я говорю... Ну, давайте для... Я вот тут лучше уберу штрих для простоты. У параллельной, это у меня скорость относительно системы К-штрих, направленная вдоль относительной скорости системы, систем координат в этом случае, системы отсчета. Итак, берем преобразование Лоренца. Понятно, что их можно обратить, то есть у меня система К относительно К-штрих движется скоростью минус В, проекция новость Х, и, соответственно, у меня для Х получается выражение, что это не что иное, как Х-штрих, плюс в этом случае оказывается У параллельное на Т-штрих, и на тот самый корень квадратный из единицы минус В в квадрате на С в квадрате. Ну, Игреки мы не трогаем, они не преобразуются, как мы видели. Соответственно, время Т, оно будет описываться у нас какой формулой? Ну, давайте я буду честно писать СТ. А у меня для большей похожести, чтобы мы видели симметрию между этими формулами, СТ, это у меня будет СТ-штрих, соответственно, плюс, у меня получается здесь У параллельное на С, я здесь это умножу и на, соответственно, Х-штрих. Да, вот у нас получается. И опять же на корень квадратный из единицы минус В в квадрате на С в квадрате. Если я подставлю сюда вот эту зависимость, Х-штрих, то я увижу, что обе эти величины оказываются пропорциональны... Ой, тут, тут, извините, я увлекся. В преобразование Лоренса входит, конечно же, не скорость движения тела относительно координаты, относительно системы К-штриха, относительная та самая скорость В, относительная скорость системы отсчёта. В преобразование он входит именно А, они пока не знают ничего про это тело. А вот скорость У параллельная появится, когда мы Х-штрих, который известным образом связан с Т-штрих, это выражение подставим вот сюда, в эти формулы. Тогда я увижу, что и там, и там у меня выскочит как раз общим множителем Т-штрих. И после этого я могу посчитать скорость тела относительно системы отсчёта К. Ну, давайте я всё, давайте верну, давайте, штрих, да, вот так. Пусть у меня скорость тогда У параллельная относительно К, разумеется, я должен посчитать как Х к Т. Ну, потому что, как видно из наших формул, при старте изначало координат, где Х-штрих равняется, Х равняется нулю, в начале, до момента времени, где Т равняется, то штрих равняется нулю, у нас, разумеется, всегда скорость будет тоже отношение пройденного расстояния к Т, то есть в данном случае Х к Т. Видно, что корни при этом сократятся. И, естественно, вот отсюда у нас возникнет У параллельная штрих, то есть мы обнаружим, что здесь получается У параллельная штрих плюс В, вот обычное сложение скоростей. Но из-за изменения течения времени внизу, как мы видим, появится единица плюс В на У параллельная штрих, поделенная на С в квадрате. Да, вот посмотрите, у нас совершенно новая формула сложения скоростей. Да, мы сложили скорость В со скоростью У параллельная штрих и получили такую формулу. То есть, вообще говоря, это можно, конечно же, обобщить. Можно убрать слайд. И записать, да, что если у меня, скажем, в доле СХ движутся два разных тела со скоростями В1 и В2, и нас интересует относительная скорость, да, в этом случае мы говорим, что В относительная, она должна считаться же по аналогичным формулам в этом случае. То есть, понятно, в этом случае скорость, соответственно, первого тела относительно второго – это В1 минус В2, но тут вместо просто сложения мы берем вычитание, так как они я нарисовал в одну сторону, а внизу стоит единица минус В1 на В2, поделенная на С в квадрате. Да, вот что у нас здесь получается. Чем замечательен этот закон сложения скоростей? А я здесь могу заметить, что если, например, положу В1 равнее СС, а В2 – это у меня будет при этом какая-то обычная скорость, которая меньше скорости света, то, присмотревшись к формуле сложения, я обнаруживаю, что относительная скорость в этом случае тоже равна С. То есть, действительно, объект, который относительно одной инерциальной системы отсчета движется со скоростью С, относительно некого другого тела, движущегося по отношению к этой инерциальной системе отчета с постоянной скоростью, любой, как видно здесь у меня В2, просто не войдет в ответ, тоже двигается со скоростью С. В некотором смысле это указание на то, что наше правило сложения скоростей, оно согласовано с тем самым постулатом о постоянстве скорости света, который исторически предшествовал такой современной формулировке СТО. был использован для первого введения специальной теории относительности в практику теоретической физики. Ну вот, мы можем так записать. Конечно, можно же задать и перпендикулярное движение. Да, давайте все-таки я уже сохраню эти. Пусть у меня, например, Y' это U перпендикулярное штрих на T'. Я могу точно так же действовать, но мы помним, что при этом у меня Y будет просто совпадать с Y'. Поперечные по отношению к относительному движению системы отчета координаты не преобразуются тоже в преобразования Хлоренса. И в этом случае, конечно же, я напишу Y просто через вот это же самое выражение. Оно у нас оказывается. Но зато при этом, когда мы будем писать выражение для CT, оно будет точно таким же, как и раньше. И сюда войдет как раз видно Х' то есть сюда войдет параллельная составляющая скорости. И когда мы будем считать, соответственно, U перпендикулярное, то мы обнаруживаем, что при этом у меня она будет пропорционально U перпендикулярная штрих, которая просто возникнет как общий множитель. Но при этом, смотрите, у меня вот этот вот корень, который был у знаменателя, он теперь ни с чем не сократится. И вот здесь у нас останется единица минус V в квадрате на C в квадрате. Ну, а знаменатель будет точно таким же. Он же появится тоже вот из этого числителя при замене Х' его выражения на новое выражение. Здесь тоже будет стоять единица плюс V U параллельная штрих, поделенная на C в квадрате. То есть вот перпендикулярная составляющая скорости в системе отсчета К нашего тела. Ну и, по сути, здесь возникает некий и закон сложения скоростей, которые взаимно перпендикулярны по отношению друг к другу, можно таким образом отсюда вывести. Как видно, мы получаем формулы. Они очень не похожи на то, что было в ньютоновской механике. Мы видим, что вся кинематика в специальной теории относительности выглядит по-другому. Она построена на совсем других базовых принципах. Совсем по-другому происходит даже обычное сложение скоростей. Но важно понять еще одну вещь. Мы не просто изменили кинематику. Ведь закон сложения скоростей, он же очень много нам говорит и о геометрии нашего мира. С точки зрения вклидовой геометрии все прекрасно понимают, если вы с приятелем двинулись друг к другу навстречу, и вы за секунду прошли ему навстречу, скажем, два шага, а он вам навстречу за ту же секунду прошел три шага, то вы сблизились на пять шагов. С точки зрения вклидовой геометрии это просто закон сложения расстояний вдоль одного направления. А открытая нами формула сложения скоростей говорит, что в пространстве Менковского так не будет. Там все гораздо сложнее. Не так просто складываются расстояния. Значит, в действительности у нас поменялась сама геометрия мира. Переход к пространству Менковского это не просто объединение четырех координат, так как бы из 3 плюс 1 ее превращают в 4 разные координаты. Это изменение законов геометрии. Ну, в частности, как мы понимаем, теперь расстояние между двумя точками трехмерного пространства, которое раньше в преобразованиях Галилеи не менялось при переходе из одной инерциальной системы отчета в другую, здесь оно может поменяться. Да, мы понимаем, что теперь все не так. Да, у нас расстояние перестает быть, как выражаются математики, инвариантным, трехмерное расстояние, при преобразованиях Лоренца. Оно не является инвариантом преобразования Лоренца. Поэтому даже вы, когда вводите в пространство Менковского расстояние как некую такую общую характеристику двух точек четырехмерного пространства, физики предпочитают называть точки четырехмерного пространства Менковского событиями. То есть некое событие, произошедшее в момент времени t в точке с координатами x, y, z. В этом случае, когда расстояние между двумя событиями вы хотите определить, то по-хорошему его надо определить так, чтобы оно не менялось при переходе из одной инерциальной системы отчета в другую. То есть чтобы оно было инвариантно относительно преобразований Лоренца. На самом деле удивительно, но такое расстояние можно найти. Оно, правда, определяется немножко необычно. Это расстояние в пространстве Менковского называют интервал, и между двумя событиями 1 и 2 это расстояние определяется следующим образом. Его квадрат есть не что иное, как ct1 минус ct2 в квадрате минус x1 минус x2 в квадрате минус y1 минус y2 в квадрате минус z1 минус z2 в квадрате. Нетрудно заметить, что то, что стоит вот здесь, это в точности то самое старое расстояние в трехмерном пространстве между точками 1 и 2, возведенное в квадрат. Ну и вообще здесь все напоминает нам о теореме Пифагора, но обратите внимание, знаки разные. Теперь у меня в этой как бы обобщении теоремы Пифагора для пространства Менковского, для координата ct вклад в квадрат интервала положителен, а вклад в пространственных расстояний отрицателен. Нетрудно догадаться, у нас же может так случиться, например, если я возьму t1 равняется t2, это величина, s2 вообще будет величиной отрицательной, то есть обратите внимание, квадрат интервала вполне может быть в геометрии Менковского отрицательной величиной. Но именно такая величина и является инвариантом преобразований Лоренца. И поэтому именно она является таким законным понятием, ну, обобщением понятия расстояния на случай пространства Менковского. Ну, впрочем, об этом всегда нужно помнить, мы об этом еще немножко поговорим, но все-таки хотелось бы посмотреть еще примеры, которые как раз будут связаны с изменениями, с измерениями временных и пространственных интервалов. В каких-то конкретных физических процессах. Давайте продолжим разбираться. Перед нами следующая задача. Она, видите, посвящена элементарным частицам, мионам. Ну, тут немножко написано про их свойства. Действительно, они являются такой утяжеленной, нестабильной копией электрона с точки зрения экспериментатора. Но они действительно рождаются в верхних слоях земной атмосферы, потому что когда какие-то высокоэнергетичные частицы, солнечного ветра прилетают и взаимодействуют с ядром какого-нибудь атома в земной атмосфере, то могут рождаться новые элементарные частицы, субъядерные, как обычно говорят физики, то есть такие частицы, которые не крупнее ядер по своим пространственным масштабам, и они как-то летят дальше. Ну, в частности, среди этих вторичных, как и говорят, частиц, порожденных столкновениями первичного солнечного ветра с ядрами атомов атмосферы, есть эти самые мионы. Вот что известно про мионы? Если вы изучаете мион, покоящийся в вашей лаборатории, то вы обнаруживаете, что у него время жизни в состоянии покоя равняется 2,2 микросекунды, 10 на 6 степени секунды. Что такое время жизни в микромире? Когда говорят время жизни частицы, это не значит, что они вот столько ровно проживут, а потом с ними что-то произойдет, как-то погибнут. Но в случае частиц обычно происходит некий распад. Мион обычно распадается на электроны, и еще пару интересных частичек, называемых электронной антинейтрино, и мионная нейтрино. Но это неважно. Главное, что его больше не станет. Сам мион после этого исчезнет. Через 2,2 микросекунды для покоящегося миона. В этом плане. Но на самом деле в микромире это означает, что за это самое время Тау количество мионов убывает в определенное число раз, а именно в число Е, которое является основанием натуральных логарифов. То есть время Тау – это такое, что число выживших мионов к моменту времени Т, есть их начальное число, на экспоненты как раз Е в степени минус Т к тому самому Тау. Вот это Тау – это и есть время жизни. То есть просто число мионов за каждое время Тау уменьшается в Е раз. Но понятно, как мы видим, за время Тау по правилам классической механики, мион, даже если он двигается скоростью очень близкой, сильно близкой к скорости света, пролетит все равно не больше 660 метров. А высоты, на которых они рождаются, как правило, от 10 километров и выше. И поэтому возникает полное ощущение, что они не должны долетать до поверхности Земли. И земные детекторы, установленные на поверхности, детекторы, которые должны отреагировать на прилет миона, они не должны их видеть практически, потому что, ну ясно, там 10 километров даже к 60 метрам, к 2 третям, грубо говоря, километра, это у нас очень большая величина. Е в степени минус 15 – это очень маленькая величина, и практически количество мионов на поверхности Земли ничтожно оказывается, и что вероятность, что она попадет прямо в ваш детектор, становится очень маленькой. Мы их действительно практически не должны наблюдать. Ну, в действительности, как говорят, а детекторы их легко и надежно идентифицируют на самом деле. Нам предлагают этот факт объяснить, и в качестве примера посмотреть, какой процент мионов, рожденных на высоте 10 километров и двигающихся сразу после рождения вот с такой скоростью, и обратите внимание, сколько девяток, то есть она действительно очень близка к скорости света. Такие частицы обычно называют ультрарелятивистскими, где уже отличие скорости от скорости света очень и очень маленькое становится. В данном случае, как видно, оно всего лишь одна миллионная от С. Вот такое очень небольшое отличие. И так вот нас спрашивают, сколько же их должно долететь, и понятно, что нам нужно теперь пользоваться не ньютоновской механикой, не законами в клидовой геометрии и ньютоновской механики, а законами специальной теории относительности и пространства, и геометрии пространства Минковского. Давайте посчитаем. Ну, пусть у нас система отчета К, это система отчета, связанная с Землей, ну, которую мы считаем примерно инерциальной. Введем, соответственно, координату Х, которая отсчитывается от точки рождения миона. Поскольку рождение произошло на высоте H, координата поверхности Земли будет просто H у нас в этом случае. И пусть у меня Т равняется нулю, это момент рождения миона на этой самой высоте в точке с координатой Х равняется нулю. Ну, а система отчета К штрих, пусть у нас эта система отчета, она, собственно, связанная с мионом, с родившимся мионом, система отчета мион. И мы совместим моменты начала отчета времени, то есть Т равняется нулю, и Т штрих равняется нулю. Да, то есть вот это вот одно и то же событие, событие рождения миона в обоих наших системах координат, оно характеризуется такими значениями. Ну, а дальше, естественно, штрихованные величины связаны с нештриховными через преобразование Лоренца. И если я рассуждаю в системе отчета Земля, то что я говорю? Я говорю, мне известно, что Тау – это время жизни миона в собственной системе отчета, в системе отчета мион. И наблюдатель на Земле говорит, что на самом деле, как бы у меня координата миона Х штрих в каждый момент времени, есть С умноженное на Т штрих, и, соответственно, к тому моменту, когда прошло время жизни, то есть когда число мионов должно упасть в Е раз, оно будет равняться, собственно, С Тау. Вот в этот момент мион будет по своим, в рамках системы отчета миона, должен находиться в точке с такой координатой, говорим мы себе. С какой координатой будет находиться наш мион в системе отчета Земля, спрашиваем мы себе. Мы говорим, ну вот на самом деле что происходит? Мы говорим, у нас в этом случае время Т, которая проходит по земным часам за то же самое время, к тому моменту, когда мион оказывается в... Ой, прошу прощения, давайте неправду сказал. В системе отчет связанной с мионом, конечно же, у меня Х штрих, мне надо сказать, что это ноль, да? Естественно, мион так и остается в этой системе в точке с координатой ноль. Я увлекся немножко. А время, естественно, течет, да? То есть у меня время Т штрих в этом случае, да? У меня время Т штрих в момент, когда число мионов упало в Ерас, оно как раз достигло значения Тау. Давайте посмотрим, какому моменту времени будет это соответствовать с точки зрения земного наблюдателя. В соответствии с преобразованиями Лоренца, как мы помним, да, у меня Т, это не что иное, как Т штрих, да, плюс вот это самое В, поделенное на С в квадрате Х штрих и на корень квадратный из единицы минус В в квадрате к С в квадрате. И обнаруживается, что в этом случае мы видим, что по часам земного наблюдателя, прежде чем число мионов уменьшится в Ерас, пройдет время, равное Тау, поделенное на корень из единицы минус В в квадрате к С в квадрате. А вот это вот релятивистский фактор при таком значении В, когда В отличается от С на одну миллионную, мы, конечно же, обнаруживаем, да, я могу написать, что единица минус В к С в квадрате, это, естественно, единица минус В к С на единица плюс В к С, и при нашем значении В к С равное 0 там и 6 девяток, мы понимаем, что это практически двойка, да, а вот эта разница, собственно, и есть, только пять нулей, и потом шестая единица, да, то есть я обнаруживаю, что это 0, дальше идут пять нулей, и только потом двойка примерно, да, вот такой здесь фактор внизу, и даже после извлечения корня квадратного это все равно получается 10 в третий, поделенное на корень из двух, да, то есть здесь у меня это Тау умножается на 10 в третьих и делится на корень из двух, то есть мы обнаруживаем, что в этом случае Меон живет гораздо дольше по часам земного наблюдателя, то есть реально земной наблюдатель говорит, о, посмотрите, для Меона, который не покоится относительно меня, движется с околосветовой скоростью, время течет медленнее, чем мое, которое я мерю своими часами. Этот эффект так и называется, эффект релятивистского замедления времени, да, то есть в этом случае мы обнаруживаем, что вроде бы как у нас время течет медленнее, ну, а раз у него оказалось в тысячу почти раз больше времени, то он, естественно, и улетит сильно дальше, и он не 660 метров пролетит, а гораздо большее расстояние в этом случае, и мы, конечно же, говорим, поэтому на самом деле здесь я должен, буду написать там, вот это вот, у меня стоит Т-штрих реально здесь, а оно через время Т будет выражаться вот через такой огромный фактор. И на самом деле время, которое займет полет, скажем, Меона в системе отчета Земля до Земли, которое практически равно H, поделенное на С примерно, да, оно окажется, ну, совсем не таким. То есть в действительности я обнаружил, что в этом случае N на уровне поверхности Земли, да, то есть в точке H равняется нулю, у меня будет примерно N0 на E в степени, соответственно, минус H, да, и здесь мне нужно будет написать на С, не на Тау, а на, соответственно, как мы видим, гамма Тау, да, то есть здесь в этом случае у меня получается С Тау и на гамма. И, конечно же, в действительности оно получается очень, ну, не сильно меньше единицы, если мы аккуратно посчитаем, что окажется, что это примерно 0,8, то есть практически 8 из процентов всех Меонов в действительности при такой скорости долетает до поверхности Земли. Интересно для сравнения провести рассуждение с точки зрения Меона, как бы посмотреть на процесс не с точки зрения земного наблюдателя, а с точки зрения Меона, да, в этой системе отчета Меон, что происходит? У меня Меон сидит, как я заметил, как в точке H равняется нулю, которая не меняется, он так и остается, а на него летит Земля с околосветовой скоростью V, изначально находившаяся от него на расстоянии H. Понятно, что в этой системе отчета время, которое пройдет до уменьшения числа Меона в Е раз, это как раз то самое Тау, эти самые 2 микросекунды. Но Земле, мы спрашиваем, успеет ли Земля за это время, скажем, долететь до Меона, вроде бы как, такой вопрос нас вполне может волновать. Но здесь, посмотрите, у меня в начале координата Земли равнялась в нашей системе отчета Ка-штрих, да, оно равнялось как раз H, да, а, соответственно, если я посчитаю, насколько у меня смеси, то есть на каком расстоянии с точки зрения Меона, это H у меня же было измерено в системе отчета Земля, вот эта высота, да, на каком расстоянии для Меона здесь у меня находилось это самое расстояние, да, то есть у меня окажется, что вот это вот земное, давайте вот так, меня интересует Х-штрих, координата вот точки поверхности Земли, которая здесь H в системе отчета Земля, да, находилась в системе отчета Ка. Ну, посмотрите, в соответствии с преобразованиями Лоренса, у меня получается, что H это было то самое Х-штрих, в момент времени этот штрих равняется нулю на корень квадратный из единицы минус V в квадрате к С в квадрате. То есть я обнаруживаю, что на самом деле с точки зрения Меона в момент его рождения Земля находилась от него на расстоянии Х-штрих, равная H на вот этот вот самый корень из единицы минус V в квадрате к С в квадрате. То есть расстояние было, ну, почти в тысячу раз меньше, чем эти 10 километров. В действительности это было достаточно маленькое расстояние, и несмотря на то, что мион в этой системе отчета живет 2 микросекунды, Земля, двигаясь с околосветовой скоростью, конечно, грубо говоря, успевает до него долететь сильно раньше, чем число мионов упадет в Е-раз. И поэтому, естественно, расчет приведет к тому же самого результата, что примерно 80% всех рожденных мионов долетит до Земли спокойно, или в данном случае Земля до них успеет долететь в этой системе отчета. Но вывод мы, естественно, получаем в обоих инерциальных системах отчета одинаковый. И мы обнаруживаем два замечательных релятивистых эффекта. Эффект замедления хода времени для движущегося объекта, а вот этот эффект, то, что летящие объекты для нас оказываются внезапно ближе, чем в их собственной системе отчета, называется релятивистским сокращением длин. В данном случае у нас есть эффект релятивистского сокращения длин, эффект релятивистского замедления времени. И это как раз и есть прямые следствия законов кинематики специальной теории относительности, то есть прямые следствия формул преобразований Лоренца. И для лучшего понимания происходящего в специальной теории относительности в релятивистском мире очень полезно обсудить причинно-следственные связи между событиями. В обычном физике мы, конечно, знаем, у нас есть такой естественный постулат, что следствие не может предшествовать причине по времени, и поскольку течение времени не зависит от движения в пространстве, это некий такой универсальный вывод в мире классической физики, который, конечно же, изменится в мире релятивистском после того, как мы признаем истинные геометрии мира геометрия Менковского. Ну, давайте рассмотрим действительно некое событие, которое назову событие О, и оно произошло в некоторой системе координат. В начале координат х равняется нулю, и т равняется нулю в начальный момент времени. Вот оно у нас на нашей диаграмме в координатах, ведь у нас координаты х, ц, т. Я для простоты, ну, так удобнее рисовать двумерную, конечно же, диаграмму, считаю, что я не рассматриваю смещение по осям Y и Z, но они рассматриваются аналогично. Я рассматриваю события, произошедшие в разные моменты времени с разным смещением по оси Х по отношению к событию О. И как-то хочу все разобраться со всеми событиями, которые где-то происходят, и ответить на вопрос, какие из них могут быть причинно-следственно связаны с событием О, какие не могут быть с ним причинно-следственно связаны, какие вот у нас рассуждения. И вспоминая, что в геометрии Менковского инвариантом является обязательно именно S квадрат, но у нас теперь квадрат интервала для каждого события по сравнению к событию О, он определяется именно моментом времени Т и координатой х соответствующего события. Ну, например, посмотрите на событие А. Если я возьму СА в квадрате, то вы, конечно же, должны увидеть, что в этом случае, ведь это же по моему определению есть С в квадрате ТА в квадрате минус ХА в квадрате. Ну и, как видно из соответствующей диаграммы, ясно, что ХА, у меня видно направление от точки О на точку А, явно ниже биссектрисы координатного квадранта, которые здесь отмечены пунктиром. То есть я понимаю, что ХА по модулю больше, чем СТА. И, следовательно, эта величина как раз отрицательна. То есть события А относятся к событиям, у которых квадрат интервала по отношению к событию О отрицателен. Что можно сказать про наше событие А? Ну, в действительности мы понимаем, что когда мы будем переходить в любые другие инерциальные системы отчета, СА квадрат не поменяется, это же интервал. То есть оно везде будет отрицательно. А значит, например, нам никак нельзя будет сделать так, чтобы события О и А оказались не в одной системе отчета, чтобы события А оказались в одной точке в разные моменты времени. Ну, потому что если ХА обратится в ноль, то СА квадрат стал бы положителен, разумеется, при ненулевом ТА. Ну, или даже при нулевом он бы стал нулем, а он должен быть отрицательным всегда. Поэтому мы видим, нельзя так сделать, но, с другой стороны, можно сделать так, чтобы ТА равнялась нулю. То есть в этом случае существует некая система отчета, в которой ТА штрих равняется нулю. А при этом ХА есть величина не нулевая. То есть когда у нас есть система отчетов, в которой события О и А являются одновременными и происходят в разных точках. Ясно, что вот все, что у меня на диаграмме белое, то есть все события, которые лежат между двумя пересекающимися биссектрисами наших квадрантов, они относятся к событиям того же типа. То есть для всех для них существует система отчета, при котором они являются одновременными с событиями О. Поэтому эта зона, отмеченная белой на диаграмме, называется зона относительной одновременности. Само понятие одновременности становится относительным. События одновременные в одной системе отчета, разумеется, с точки зрения преобразования Лоренца, могут быть не одновременными в других и наоборот. И, естественно, мы понимаем, что события О и А не могут иметь причинно-следственные связи, если мы предполагаем, что скорость света есть максимальная скорость передачи информационных сигналов. Если мы добавим это требование, то мы сразу скажем, нет, О и А не могут быть причинно-связаны между собой, потому что существует система отчета, где они произошли одновременно в разных точках, и никакой сигнал не успел бы перебежать. А ведь скорость света у нас инвариант, поэтому световой сигнал, он бегать все время с одной и той же скоростью во всех системах отчета. Ну вот у нас первый есть тип событий. Ну вот у меня есть точки B1 и B2, да, и я, посмотрев на эти выражения, то я обнаруживаю, что здесь наоборот у точек B, у обоих, и B1 и B2, у меня C на TB, естественно, по модулю, есть больше, чем XB по модулю. То есть я понимаю, что XB и 1S квадрат от события О до событий B1 и B2 в обоих случаях является величиной положительной. Ну и как раз теперь мы уже понимаем, теперь мы как раз не сможем выбрать систему отчета, в которой эти события будут одновременными. Но зато у нас явно мы можем занулить XB1 или XB2, да, при ненулевом TB. И таким образом существует система отчета, в котором эти события происходят в одной точке с событием О, но в другие моменты времени. Более того, понятно, что в этом случае B1 будет происходить обязательно раньше, а B2 будет происходить обязательно раньше, а B1 обязательно позже события О в любой системе отчета, на самом деле это тоже уже понятно. И таким образом вот та зона, которая отмечена голубым цветом, ее называют обычно зоной абсолютного прошлого по отношению к событию О. То есть там находятся события, которые в любой системе отчета предшествуют нашей событию О. А значит, событие B1, ну в принципе, теоретически может быть причиной события О. В свою очередь, причина события О теоретически может быть причиной события B1. То есть между ними может существовать причинно-следственная связь, но, конечно, если на самом деле уже надо спрашивать, что это за событие, но они в принципе могут с точки зрения структуры пространства-времени быть в отношении причинно-следствия эти события. Ну и особый случай – это вот событие С, которое как раз и поместил на диагональ, на биссектрису квадранта. В этом случае понятно, что СС в квадрате равняется нулю. В этом случае мы говорим, что тут у меня всегда между ХС и С от ТС будет наблюдаться равенство. Поскольку ноль этот поменяться не может, у меня всегда модуль ХС всегда будет равен С, умноженный на модуль ТС в любой системе отчета. А это значит, что если вы в момент, скажем, ну, здесь у меня С нарисовано позже, чем О, поэтому я понимаю, если в момент, когда свершилось событие О, запустили световой сигнал, он докатится до точки с координатой ХС именно в тот момент, когда там произойдет событие С. То есть они могут быть связаны, причинно-следственно связаны только в том случае, если влияние передается световым сигналом. Соответственно, вот этот интервал, который у нас отрицателен, где квадратный интервал отрицателен, теоретики называют обычно пространственно подобным. Именно потому, что здесь соотношение с О и А, есть такая система отчетов, которые происходят в один момент времени в разных точках пространства. Отрезок О, как бы, весь находится в пространстве в заданный момент времени, в каком-то трехмерном сечении четырехмерного пространства времени, отвечающих заданному моменту времени. При этом интервалы, которые положительные, называются временеподобными. Потому что существует система отчета, когда эти события происходят в одной точке, но как бы просто от одного события к другому течет время. Пространство, интервал же равный нулю, обычно называют светоподобным. Правда, теоретики чаще любят называть его изотропным интервалом. И он отвечает как раз тем событиям, которые могут быть связаны друг с другом световым сигналом. Вот такая вот у меня возникает достаточно четкая классификация нашего пространства-времени и происходящих в этом пространстве-времени событий, базирующиеся, как мы видим, на преобразованиях Лоренца и на факте инвариантности величины, которую мы назвали интервалом по отношению к преобразованиям Лоренца. Ну, поскольку на этом занятии мы только начали с вами обсуждать специальную теорию относительности, то в сегодняшнем домашнем задании много таких, я бы сказал, чисто теоретических заданий, где вам предлагается попробовать эту теорию именно на зуб с точки зрения ее структуры. Ну вот к таким заданиям, собственно, относится первое задание. Я утверждал, что у нас, и даже косвенно это вам немножко показывал, о том, что для определенной ситуации, что действительно из утверждения, что преобразование Лоренца есть точная симметрия, правильная симметрия нашего мира, описывающего геометрию, следует постулат постоянства скорости света. То есть надо доказать, что действительно скорость света в вакууме, то есть та самая скорость, которая входит как С формулы преобразования Лоренца, является инвариантом этих всех преобразований. Ну и второе тоже теоретическое упражнение. Я вам написал формулы преобразования сложения скоростей продольных по отношению друг к другу и поперечных по отношению друг к другу. А вам предлагается прямо написать на векторном языке величину формулы для относительной скорости двух тел, которые двигаются скоростями V1 и V2. Ну или можно сложение скоростей. Относительная скорость – это вычитание скоростей. Можно записать как формулу сложения скоростей. Но понятно, здесь отличие только в знаке. При выполнении операции от сами формулы, естественно, будут совершенно одинаковыми. Вы можете попробовать и то, и другое записать, большой разницы не будет. Но следующая задача все-таки уже на аккуратную работу с этой самой формулой. Да, вот, собственно, вам нужно найти величину относительной скорости при заданных характеристиках движения наших звездолетов относительно Солнца. Вот у нас в некой системе, что такая известная скорость, и надо посмотреть их относительную скорость. Задачка довольно прямолинейная, но чтобы прочувствовали, как это происходит. Ну вот, следующее задание, оно хоть и техническое, но явно связано с тем рассказом по поводу причинно-следственных взаимоотношений событий, о котором я вам, который я сегодня вам произнес, да, потому что здесь предлагается как раз явно найти, как видно для двух событий с пространственно подобным интервалом, явно найти эту систему отчетов, которая не происходит одновременно, а для двух событий с времени подобным интервалом, явно найти систему отчетов, которая не происходит в одной точке. Я утверждал, что это можно сделать, а вам предлагается, по сути, доказать справедливость этого утверждения математически, явно предъявить, как это можно сделать. Но последнее задание опять носит теоретический характер. Опять же, я утверждал, что S-квадрат инвариантно относительно преобразования Леронца. Вам предлагается это напрямую проверить, воспользовавшись формулами преобразования и определением величины S-квадрат. Но вот такие задания, они, на мой взгляд, позволят вам привыкнуть к логике рассуждений в рамках специальной теории относительности, прежде чем мы займемся решением чуть более продвинутых задач, относящихся к кинематике или механике специальной теории относительности. Всего вам хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok